Перед стартом сезона 22-23 аналитики из ESPN типично составляют рейтинги игроков на всевозможные награды по итогам чемпионата, которые, да, порой весьма противоречивы и вызывают массу вопросов, однако с чем спорить бесполезно, так это с наличием в первом пятаке в гонке на звание MVP регулярки парня по имени Лука Дончич. Словенский игрок, который будучи мальчишкой разносил европейские турниры и на колени ставил гранды различной величины, сегодня считается игроком поколения и, только вдумайтесь, на это ему потребовалось всего лишь 4 года. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы посмотрим на историю этого игрока, не коснувшись... И я вспомнил, кажется, об этом только сейчас, наверное, одной важной темой, касающейся его карьеры, это травм. Те, кто следят за Лукой с самого начала, наверняка знают, что его проблемные лодыжки в большинстве своем проблемными, становились из-за Джордановских даймондов и одновременно с этим плохого вкуса Дончичи в выборе кроссовок. Благо, сейчас он выправляется в отношении этого косяка, ну а чтобы и у вас количество травм было максимально снижено по причине шузов, первое, выбирать их надо только в проверенных магазинах, и второе, к выбору обуви нужно подходить максимально с умом. Ну и, конечно же, со всем этим вам помогут ребята из Сникер Тайм. Сникер Тайм большой выбор как баскетбольных, так и лайфстайл моделей, притом не только в привычных нам всем колорвеях, но и лимитированных изданиях, которые крайне сложно добыть. Притом, если, допустим, вы находитесь в поисках какой-либо пары, но не можете ее себе самостоятельно найти, сотрудники Сникер Тайм помогут вам в поисках, заказе и подборе размера. Важно, все кроссовки и одежда это исключительно оригинал, мы сами все проверяли, поэтому можете ребятам доверять. Из бонусов бесплатная доставка, отзывчивые консультанты, которые помогут вам в выборе размера и вообще ответят на любые интересующие вас вопросы, и, конечно же, скидка, скидка в 10% по промокоду TOPBASKETTEAM на заказ. Все ссылочки находятся в описании, поэтому прямо сейчас переходите, выбирайте и заказывайте себе кроссовки Сникер Тайм. Лука Дончич родился и вырос в городе под названием Любляна. В семье насквозь пропитанный духом спорта и особенно баскетболом. Его мама, Мириам Поттербин, была моделью и владельцем известной сети салонов красоты. Отец Саша Дончич профессиональным баскетболистом, выступавшим непродолжительное время за главный клуб Любляны Олимпию. А его крестный отец, Раши Нестерович, провел долгую 13-летнюю карьеру в NBA. Отчего вопрос, почему мальчишка с самых юных лет увлекся именно этим видом спорта, я думаю, отпадает сам собой. Скажу даже больше. По рассказам бабушки Луки и ближайших его родственников, маленький Дончич впервые взял руки баскетбольный мячик, когда ему было всего лишь 7 месяцев. Понятное дело, что мячик этот был, скорее всего, игрушечный, и что на более-менее серьезном уровне играть парень начал гораздо-гораздо позже. Но сам факт того, что оранжевый шарик оказался в руках малыша настолько рано, уже говорит нам о том, какой вид спорта доминировал в его семье. Кстати, раз уж мы начали говорить о таком раннем детстве Дончича, то тут я, пожалуй, позволю себе добавить еще один интересный факт из его жизни. Из рассказов мамы Луки, когда малышу было порядка 2-3 годиков, он мгновенно успокаивался и переставал плакать только в тот момент, когда его приводили на баскетбольную площадку, расположенную рядом с домом, где часто тренировался и играл его отец, либо же, когда мама вместе с ним приходила на баскетбольную арену. Звуки ударов мяча о паркет и скрип кроссовок были своего рода для Луки колыбельной песней, которая прочно закрепилась в голове малыша и в дальнейшем сопровождала его на протяжении всей баскетбольной карьеры. В возрасте примерно 5 лет маленький Лука всерьез начинает увлекаться непосредственно самой игрой. Он постоянно ходит с папой на тренировки, всячески участвует в жизни клубов, за которые отец выступает, и одновременно с этим получает главную игрушку своего детства — баскетбольное кольцо, которое отец повесил на двери в его комнате, и за игрой на котором Лука в буквальном смысле проводил десятки часов подряд, представляя как в будущем он точно так же будет поражать кольца соперников в лучшей лиге мира. И одновременно с этим он, конечно же, сводил с ума своих родителей, так как броски порой не прекращались даже ночью. То и дело разбивались всякие стеклянные предметы в комнате, и порой маме приходилось серьезно вмешиваться в этот домашний тренировочный процесс, чтобы малой банально не разрушил все, что было в его квадрате, или чтобы наконец-таки он отправился спать. Что же касается первых больших шагов в спорте, то примерно в возрасте 7 лет наш герой становится частью команды Олимпия. Да, выступать, конечно же, было ему за данный клуб еще рановато, а вот быть мойщиком полов вполне себе допустимо. Плюс ко всему, в перерывах между матчами до и после игр у парня был свободный доступ в один из лучших залов в стране, где он спокойно мог побросать, потренироваться или же просто побегать по корту. Поэтому работу данную он воспринимал не более чем пропуск в мир большого баскетбола. А это, как мы узнаем гораздо позже, было главной целью Дончича с самого детства. Услышав сейчас эту небольшую предысторию, вы, возможно, могли подумать, что парня кроме баскета в жизни вообще больше ничего не интересовало. Однако, на деле же пробовал он себя практически во всем, где можно было бегать, прыгать и так или иначе соревноваться. Футбол, гандбол, волейбол, водное поло и даже дзюдо. Притом из рассказов самого Луки можно понять, что футбол в какой-то период его детства имел такую же для него важность, как и баскет. И если бы не рост и влияние отца, то вполне себе, вероятно, он серьезно занимался бы сейчас именно им. Но так как получается, что в период с 7 до примерно 11 лет наш герой существенно прибавляет в габаритах, а достижения, которые устанавливал Дончич на площадке всецело, указывали на то, что именно в баскетболе его ожидает большой успех, он свое внимание переключает на лучшую игру с мячом. К слову, о достижениях и успехах. Первый баскетбольный клуб, за который выступал юный славенец, был клубом, за который играл его отец – Олимпия. Если что, ранее он, конечно же, и за школьную команду тренировался, и выступал на различных локальных соревнованиях, но так как это было совсем на старте его пути, плюс статистики из тех времен ни у кого не сохранилось, подробно заострять внимание мы с вами на этом не станем. А вот про Юнион Олимпию, конечно же, поговорим. Но прежде я просто обязан добавить пару слов про отца Луки Дончича – Сашу, потому что без небольшой справки о нем в дальнейшем вам будет достаточно сложно понять и прочувствовать всю сложность карьерного пути нашего героя. Саша Дончич, как я и сказал ранее, был профессиональным баскетболистом, жизнь которого в большей степени проходила вдали от семьи, что постепенно сказывалось и на отношениях с женой, и на отношениях с маленьким сынишкой. Первое время, пока Лука был еще совсем ребенком, его отец старался быть одновременно и хорошим папой, и хорошим наставником на паркете, но примерно в 2006 году вся эта семейная идиллия начинает рассыпаться. Луке, откровенно говоря, не нравится тренироваться с отцом. Между мамой и папой начинает нарастать напряжение, которое в какой-то момент приводит к тому, что Саша разводится с женой и покидает семью. И как выяснится впоследствии, это очень сильно заденет чувство маленького Луки, который не захочет даже, чтобы папа не просто поддерживал с ним общение, а присутствовал на драфт в лотерее. Выяснять причины и подробности распада семейства Дончичи я, откровенно говоря, не стал, так как это уже, ну, не совсем относится к теме выпуска, но контекст отношений, я думаю, вы уловили. Лука остается вместе с мамой, которая берет всецело над ним опеку и отправляется вместе с сыном за его мечтой. А папа же из семьи юного дарования пропадает. Итак, Олимпия. Первый тренер Дончича в этом клубе по имени Грего Брезовец успел потренировать Луку не более 16 минут. Почему так странно и так мало, спросите вы? Да все потому, что в возрасте 8 лет Дончич, проходя отбор в коллектив своего возраста, показывал такой высокий уровень игры, что тренерский штаб Олимпии сразу же отправил его в Ю-12, то есть команду, где игроки были в среднем на 3-4 года старше Дончича. Он был выше и намного лучше других, поэтому мы быстро перевели его в команду Ю-12, где он играл с парнями на 3-4 года старше себя. Он был очень ответственным для своего возраста, это было шокирующе. Так же шокирующее, как и ментальное лидерство. Несмотря на то, что он был намного лучше остальных, Лука всегда играл для команды. С этого момента мне стало ясно, что баскетбол был у него в крови, расскажет позже Брезовец. И вы знаете, со всеми этими утверждениями бесполезно было спорить, ведь все от персонального тренера Джернея Смольника до Брезовеца рассказывали примерно одно и то же. Командный, суперталантливый, невероятно развитый для своего возраста игрок. К тому же Лука доказывал всем все это на деле. Он сутками тренировался в зале и приходил поработать даже тогда, когда коучи давали ему выходные. Он разрывал статистику в матчах, сражаясь с игроками старше себя, и что, кстати, позволило ему достаточно быстро перебраться в коллектив Ю-14. Понятное дело, он не играл за Ю-14 по причине того, что правила банально не позволяли ему этого сделать. Но именно отсюда прорастают корни его сумасшедшего баскетбольного IQ. Луке всегда приходилось больше полагаться на свой ум, нежели на физическую составляющую, и что впоследствии будет им возведено в абсолют. Что же касается цифр, то мне бы хотелось озвучить вот что. На турнире в Ассентесе Сан-Пауло Дончий благодаря своей игре завоевывает первый титул MVP в своей карьере, несмотря на то, что его Олимпия занимает почетное второе место на Турики, уступив Барселоне. Кстати, на эту тему в свое время было достаточно много рофлов в Твиттере, мол, Лука завоевал свой первый титул ровно тогда, когда Даллас завоевал чемпионство в NBA. Не знаю, насколько, конечно, это все символично, но с точки зрения цифр, согласитесь, выглядит достаточно забавно. Однако массовая популярность и известность приходят к Луке гораздо позже, после выступления на двух юниорских турнирах. Первый проходит в рамках мини-копа Индеса, где выступая за Реал, Дончич усредняет 13 очков, 4 подбора, 2,8 передачи и 3,3 перехвата, вновь удостаивается звание MVP турнира, помогая Матриду занять второе место. А в апреле 2012 года происходит самое настоящее безумие. Просто попробуйте соединить в своей голове вот что. Луке 13 лет. Он выступает в достаточно конкурентном европейском турнире Лида Терома и в среднем наваливает 34,5 поинта. Да, вам не показалось. В полуфинальном матче против Виктории Ферма Лука собирает линию, равную 29 очкам и 15 подборам, а в финальном противостоянии с Лацо так и вовсе выдает 54 очка, 11 подборов и 10 передач, трипл-дабл с 54, мать его, очками на борту в 13 лет. Для Луки это было совершенно нормально, а вот для всех остальных, кто за ним наблюдал, конечно же нет, это было безумие. Что по итогу ожидало Луку? Верно, очередное звание MVP, плюс попутно с этим он обретает небывалую известность, выходящую далеко за пределы Словении. Европейские спортивные издания начинают постепенно раскручивать маховик популяризации Дончича, а Реал, за который юный славенец провел два турнира в качестве арендованного игрока, решается на небывалое предложение — пятилетний контракт. Вообще, решение о его подписании, судя по рассказам мамы Луки, далось парню достаточно просто, а вот быт и жизнь за пределами Словении, напротив, очень тяжело. 13-летний мальчишка, привыкший к жизни в родной Любляне, очень долго не мог адаптироваться к новой среде в Испании. Мамы рядом нет, родителей в целом рядом нету, языка он не знает, тренерские штабы и атмосфера далеки от того, что он привык видеть в Олимпии, однако это не было поводом для того, чтобы снимать ногу с педали газа. Когда наш герой чувствовал, что ему грустно или плохо, он отправлялся в зал. Когда допускал в голове, что хочет домой к родным, он отправлялся в зал. Когда же осознавал, что играет за Реал и не может подвести команду, он точно так же отправлялся в зал. К тому же, личные проблемы и переживания, Лук умудрялся как-то в 13-летнем возрасте подавлять в себе ровно в тот момент, когда его ноги касались паркета, отчего на результативности мальчишки смена обстановки практически никак не сказывается. Оказавшись в Реале, тренер команды Пако Редондо тут же отправляет Луку в команду до 16 лет, где он в первом же турнире вновь удостаивается звание MVP и переигрывает вместе с Мадридом в Барселону. А в марте этого же года его признают лучшим игроком чемпионата Испании до 16 лет. Не забывайте, Луке тогда все еще было 14. Далее наступает сезон 14-15, где нашего героя повышают до команды U18, и в составе которой он выигрывает опять же целую кипу турниров, в число которых входил престижный Next Generation, и за что по итогу ему вновь вручается звание MVP. На тот момент молодой славянской звезде было всего лишь 16. Слава о нем начинает постепенно доходить до скаутов NBA, однако веры в этого мальчишку еще ни у кого не появлялось. В большинстве случаев связано это было с Европой, которой скауты США, скажем так, пренебрежительно всегда относились, и молодостью игрока. Всем хотелось понять, насколько здорово Дончич сможет проявить себя, если доберется до Евролиги. И тут мы с вами приближаемся к точке невозврата в карьере славянца, после которой все уже никогда не будет, как прежде. Как вы уже поняли, все свое детство Лук и Дончич закалялся в матчах и тренировках среди игроков, которые были на 2, на 3, на 4 года старше него. Однако, следующий шаг на пути к успеху был гораздо более сложным, чем все предыдущие. Почему? Ответ простой. В Евролиге, окажись Лука в основной команде, порога по возрасту более не будет существовать, а доминировать в 16, когда против тебя будут бегать дяди с лютым бэкграундом из той же самой NBA и возрастом по 30-ку, это, согласитесь, совершенно другой левел сложности. Однако, 30 апреля 2015-го, в возрасте 16 лет, двух месяцев и двух дней, Лука Дончич выходит на площадку за Реал Мадрид. Да, в данном матче он не выдал никакой феерии и не навалил под полтильник за шиворот бывалым дядькам, однако, это было тем важным шагом, без которого Дончич не смог бы развиваться дальше. Да и хотя без ачивки, он опять же с площадки не ушел, став самым молодым игроком в истории Реала, дебютировавшим в лиге ACB, и третьим самым молодым игроком, который когда-либо вообще выступал в лиге ACB, уступив в этом плане только Рике Рубио и Анхелю Ребола. Однако, если рассматривать в целом сезон 14-15, то он для Дончича получился в большей степени адаптационным, и это неудивительно. На паркете словенец в среднем проводил по 2,7 минуты в трех сыгранных матчах, что немного, но было достаточно для того, чтобы в следующем году выйти на паркет уже в 12 поединках и отыграть по чуть более чем 11 минут. Опять же, с точки зрения статистики, были лишь редкие противостояния, где Лука мог позволить себе набирать по 12-15 очков, но если учитывать возраст парня, его очевидный рост в игровом плане и уже тогда баталии с командами NBA, кто не знал, Реал ездил на претизонку к Постону в 15-м году и в 16-м принимал у себя Оклахому, то с этой точки зрения прогресс словенца шел сумасшедшими темпами. К моменту наступления сезона 16-17 Лука Дончич был главной молодой восходящей звездой из Европы, который, несмотря на хорошие выступления на самом престижном уровне в Европе, оставлял один фиг большую почву для рассуждений скаутам. Происходило это по большей части только из-за того, что выборка по матчам словенца была слишком мала, что, кстати, сейчас очень сильно напоминает ситуацию с Фимбаньямой Плюс, не забываем про проблемы с атлетизмом, скоростью и штрафными бросками. Все это не давало четкого ответа на вопрос, какое место на грядущем драфте 2018 года он теоретически может занять, насколько конкурентно способен будет, если окажется вдруг в NBA, и как вообще оценивать его перспективы. Однако, самому же Луке было не до всех этих внешних проблем. Проведя достаточно успешно первые два дебютных чемпионата, Дончич изо всех сил старался зацепиться за основную ротацию Реала, и Пабло Ласса предоставляет в какой-то момент ему такой шанс. Важный матч против ЦСКА в Евролиге. Реал к середине второй четверти имеет дефицит порядка 7 очков. Ласса в бешенстве от того, что его подопечные не могут результативно разыграть комбинации, записанные в плейбуке. Кому-то нужно начинать брать на себя игру и пытаться сокращать разницу. Кто же это может сделать? А сделает это Лука Дончич. 16-летний юноша, вольнувший три трехочковых подряд, которые не только позволили команде вернуться в игру, но и помогли Луки персонально заслужить уважение тренерского штаба и ветеранов команды. Что было далее? Ну, я бы, ребят, очень хотел рассказать вам обо всех деталях и подробностях его карьеры, но так как у нас формат в большей степени историй, а не сухого перечисления цифр, которых в карьере славянца просто тьма, я, пожалуй, покажу вам те награды, которые Лука сумел налутать за сезон 16-17, и далее мы перейдем к основному. По большей части, главный прорыв в реале позицию разыгрывающего в чемпионате под номером 4, для него освобождает Серхио Люль, его близкий друг и первый большой наставник в Мадриде, разорвавший кресты еще во время Евробаскета 2017 года, где наш герой, между прочим, показал запредельный уровень игры, был в шаге от того, чтобы завоевать MVP Евробаскета в 17 лет, и который он вместе с национальной сборной, конечно же, выиграл, противопоставляя себя порой лучшим европейским игрокам, которые уже на тот момент выступали в NBA, пример Кристоп Спарзингис. Так вот, Лука, заняв полноправное место в стартовой ротации, принял дико разрывать любых соперников, подобно тому, как он делал это всю свою карьеру с более возрастными игроками еще в детстве. Ноу-лук передачи, сумасшедшие дальние выстрелы после сайдстепов и стебэков, невероятные проходы, результативность, пробивавшие все мыслимые и немыслимые пределы. Дончич был хорош настолько, что уже к середине сезона Евролиги можно было понять, что этот парень уверенно прет в дальнейшем турнире Европы, но и претендует на звание MVP, притом, самого молодого в истории. Просто взгляните на эти цифры. Лука набирал в среднем умопомрачительные 29 очка с реализацией дальних, равной 57% за 36 минут на паркете и являлся самым молодым игроком Евролиги, который когда-либо возглавлял рейтинг Перс с 22,9 очками, притом важно. Если его ближайшим преследователям требовалось порядка 36 минут в среднем для достижения подобных цифр, то Дончич набирал свои поинты всего лишь за 25. И это еще будучи несовершеннолетним. Каков был итог чемпионата 17-18? Дончич вместе с Реалом, где он уже играл ключевую роль в ротации, забирает себе главную награду Европы, попутно становясь лучшим игроком финала четырех и гранд-финала. О нем начинают говорить буквально все, от Горана Драгича, уверяющего всех, что Лука это талант поколения и что он порвет NBA, до президента по баскетбольной операции Маверикс Донни Нельсона, который посещал игры словенца примерно с 15 лет и который однажды приехав в США, сказал, что Лука это нечто среднее между Бёрдом и Мэджиком. Однако, самое интересное здесь то, какую реакцию это вызывало у так называемых аналитиков за океаном. И давайте, собственно, на нее посмотрим. Прежде чем мы с вами продолжим и поймем, насколько диванные аналитики просчитались во время предрафтовой оценки Луки Дончича, я бы хотел вам рассказать, что поиск всей этой информации и перевод материала для данного видео занял у меня колоссальное количество времени. Но если бы не Яндекс с обновлением Y2, этот процесс растянулся бы еще сильнее. Технологии Яндекса теперь позволяют делать перевод в режиме реального времени. Эта функция доступна не только для петабайт загруженных видео, но и для стримов. До Яндекса, если что, такого не делал никто. Нам, как фанатам баскетбола, это невероятно полезно. Язык знают далеко не все, а вот понять, о чем говорят ребята сразу после матчей, о чем рассказывает коуча во время флеш-интервью или же аналитики на наших любимых шоу от ESPN, я уверен, хочет знать каждый. Видео в лайв-формате теперь можно посмотреть в переводе с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и в скором времени китайского языка, от чего рамки потребляемого контента расширяются до запредельного формата и, конечно же, не ограничиваются исключительно баскетболом. На днях Яндекс выпустил фильм, где видеоблогер Макс Хорошев, телеведущая Тутта Ларсон и комик Евгений Чеботков вместе с сотрудниками Яндекса простым и понятным языком рассказывают обо всех нововведениях обновленного поиска, которые помогут облегчить вам жизнь. Я вам очень рекомендую ознакомиться с этим фильмом, все ссылки находятся в описании, обязательно перейдите и посмотрите, фильм действительно крайне полезный. Один из скаутов NBA сказал мне, что он нечто среднее между Бёрдом и Стивом Нэшем. Я ответил ему, что если это действительно так, то он испепелит NBA. Расскажите мне о нем. Лука медленнее, чем движение в час пик. Я думаю, что он не готов к NBA из-за своего атлетизма. Этот атлетизм, вот в чем проблема. В его отсутствии, у него его просто нету. Дончи через 6-7 лет будет наказан за то, что не был наказан Дирк в свое время. Дирк был не очень хорошим спортсменом, у него не было взрывной скорости, у Дирка были физические недостатки, и это же ожидает Дончича. Мы склонны придавать слишком большое значение европейским игрокам. Это аномалия, но похоже, мы не пытаемся сказать, что он будет игроком уровня All-Star. Я не уверен, что он станет доминирующим игроком в NBA. Я не верю, что он будет выбран под высоким пиком. Это не лотерейный выбор. Эйтан будет номером 1 на грядущем драфте, и важно, чтобы Феникс все не испортил, выбрав Луку под первым номером. Мне плевать на то, что говорят об этом европейцы. Мне не нравится, что я слышу про Луку. Он лучше Рики Рубио, но он точно не кажется мне особенным. Понимаете? То есть аналитики NBA видят, что парень к моменту выхода на драфт выиграл Евролигу, чемпионат Европы с национальной командой, забрал себе почти все трофеи, которые только вообще можно было завоевать, все равно считали его таким себе проспектом. Некоторые так и вовсе слышать о нем вообще ничего не хотели, хотя если почитать скаутские отчеты, то там все как один твердили, что он словно универсальный кусочек пазла, способный закрыть собой любой вопрос и любую проблему на паркете. Да, атлетизм действительно вызывал ряд вопросов, однако это был один из тех немногих минусов Дончичи, которых у других проспектов драфта 2018 года было гораздо-гораздо больше. Однако, чтоб там кто не говорил, время драфта должно было расставить все на свои места, и мне кажется, нам пора к этому переходить. Драфт 2018 года для нас штука, согласитесь, более чем известная. На моем канале выходили подробные обзоры всех топовых проспектов той лотереи, мы не раз обсуждали с вами сценарий развития, а что если бы первые три команды, которые пикали себе ребят, все-таки решились оставить луку в ротации, отчего, как мне кажется, еще раз все это пересказывать вам нет никакого смысла, но это не значит, что я совсем вам ничего не расскажу про драфт лотерею 2018. Для начала вернемся к Донни Нельсону. Из его интервью для ESPN мне удалось понять вот что. Оказывается, Донни, приводивший в 1989 году в Golden Stage Арунуса Марчелюнаса и позже Дирка Новицки в Маверикс, с самого начала знал, что Далласу просто необходимо всеми силами заполучить себе этого славянца. Дон даже специально болел за то, чтобы на Евробаскете 2017 года Лукас треском провалился и показал там свой худший баскетбол дабы и его предрафтовые рейтинги пошатнулись и первые четыре команды просто забили бы на этого европейца. Также он искренне радовался, когда во время эфиров ESPN или разного рода других NBA подкастов все говорили о том, насколько Лука медленный и не готовый физически к лучшей Лиге Мира. Далласу весь этот негативный шлейф играл только на руку, потому что Нельсон был в числе тех немногих людей, который прекрасно понимал, насколько первое впечатление о игре Дончича обманчиво. То же самое уже после лотереи подтверждал и Джош Ричардсон. Ему повезло еще в бытность игроком в Майами потренироваться 16-летним Дончичем во Флориде и он уже тогда понял, что парень ростом 6 футов 6 дюймов способен играть вообще на любой позиции и через пару лет он обязательно вместе с ним окажется в NBA и не дай бог оказаться у него на пути. Но, как я уже и сказал ранее, франшизы под названием Phoenix Suns, Sacramento Kings и Atlanta Hawks продолжали, несмотря на все достижения славянца, сомневаться в нем. Отчего Phoenix пикает себе столь нужного им бигмена Деандры Эйтона? Kings берут на позицию форварда перспективного до сих пор Марвина Бегли, а Atlanta, договорившись с Далласом на обмен пиками с доплатой от Маверик с еще одним лотерейным выбором первого раунда 2019 года, забирают Дончича и Трея Янга. Трей, кто не понял, уезжает в Хоук, становясь там игроком с претензией на карьеру Стефана Карри, а вот Лука переезжает в Даллас. Франшизу, которая так долго за ним охотилась и считала однозначно франчайзом. Дебютный сезон для Луки в Маверикс начинается с того, что ожидания фанатов Далласа были немножечко подпорчены. Дело все в том, что сразу после завершения драфта все жаждали скорейшего появления игрока в летней лиге, но из-за сложностей выкупа контракта у Реала Словенец был вынужден пропустить этот этап и шагнуть сразу же в регулярку. Первый поединок, который он проводит в NBA, был, что символично против Феникса. Первый пик драфта Деандр Эйтон набирает в той встрече 18 очков. Наш же герой заканчивает с десяткой на борту при реализации нуля из пяти бросков с дальней дистанции и нуля из двух с линией бонусов. И тут все, конечно же, чутка поднапряглись. Маверикс, а вы точно нам про этого парня пели басни и слагали легенды? Не, он, конечно же, почти с дабл-даблом ушел с поляны, но доминированием, извините, здесь и не пахнет. Однако Дончичу потребовалось всего лишь три дня на то, чтобы перезагрузиться после потока говна всяких эйсмитов, собраться силами, выйти на паркет и дать там такого огня, что все они в одночасье закрыли свои рты. Следующий поединок против Миннесоты завершается для Далласа первой победой в сезоне. Дончич набирает 26 очков плюс 9 подборов, становясь самым молодым игроком Далласа в истории, кто в дебютный год преодолел бы Далее последовал стрик из четырех матчей с результативностью в 19 очков, 5 подборов и 4 асиста. А уже 29 октября Лука Мэджик впервые преодолевает отметку в 30 поинтов, набрав 31 очко плюс 8 подборов в битве против Сан-Антонио. С этого момента всем становится понятно, этот чувак действительно с другой планеты. То, какую игру он выдавал в 19 лет, противостоял лучшим из лучших, просто невозможно было бы себе представить ненаблюдаемо с вами все это лично. Просто вдумайтесь, первый дабл-дабл в NBA он нафармил спустя всего лишь 16 матчей со старта сезона, за что был назван новичком месяца. А спустя еще 8 игр он вновь попадает на первые страницы спортивных изданий, но уже как самый молодой игрок в истории NBA, реализовавший 7 трехочковых в одном поединке. А уже 21 января в противостоянии с Милоки Бакс в его шортлисте достижений появляется первый трипл-дабл. Сказать, что это выглядело как одна сплошная аномалия, значит не сказать вообще ничего. И я могу, поверьте, до посинения заниматься перечислением карьерных достижений Луки Дончича в его первый год, так как их было реально нескончаемое количество. Однако, согласитесь, это будет скукота. Лучше уж держа в голове все эти факты о суперспособностях словенца в NBA, давайте обсудим вот что. Обратите внимание вот на это. Первый сезон в Далласе Лука проводил на позиции шутинг-гарда, что, казалось бы, нормальная штуковина при учете его набора навыков, но на самом же деле за этими двумя буквами скрывается крайне неприятный конфликт, который в свое время сломает карьеру другому новобранцу Маверикс по имени Деннис Смит, младший. Деннис Смит пришел в лигу на год раньше, чем Лука Дончич и был для организации Далласа самым настоящим открытием. Будучи выбранным под девятым пиком драфта с 17-го года, в свой дебютный сезон выпускник Каролины Стейт набирал в среднем по 15 очков, почти 4 подбора и 5 передач, мгновенно заняв позицию основного разыгрывающего в команде и главного шоумена в ротации Карлайла. Его свирепые данки регулярно попадали в различные топы, а лестные высказывания звезд NBA о игре новичка пророчили парню, казалось бы, крепкое и светлое будущее. Однако, проявлять свою психологическую нестабильность, в обране с Далласа начнет еще в регулярке с 17-18, когда чуть было, не устроил он сначала потасовку с Карри Ирвингом, когда, проиграв на данк-контесте, обвинил впоследствии он во всем не себя, а вдруг кривое судейство, и когда его команда пролетела мимо постсезона. Правда, все эти выходки в тот момент, кажется, мало беспокоили руководство клуба, которое видело иную сторону медали, что пик растраченной напарня оправдывается результатами на паркете и отчасти ради Денниса в межсезонье Маверикс подписывают Дандры Джордана, чтобы потенциал их новичка смог на пикинроллах быть раскрыт еще сильнее. Также Деннис, будучи подписантом Under Armour, лето свое проводит за тренировками со Стефаном Карри и Брэндоном Пейном, которые сообщали в СМИ, что пацан обязательно взорвет в надвигающемся чемпионате. Но именно в этот период его карьеры вдруг появляется белый новобранец из Европы, которого, что странно, Деннис решал встретить с детским портфельчиком, хотя еще сам год назад имел точно такой же статус новобранца, как и Дончич сегодня. Первые матчи уже со славянцем в одной команде Деннис, надо сказать, проводит неплохо. Но его личные цифры никак не способствовали победам. Из 11 стартовых поединков 7 были проиграны, что вдруг начинает всех настораживать. Основной же переломный момент случается после серии травм, которые Деннис пережил в период с 4 по примерно 26 декабря. Лука на этом отрезке был феноменален и доказал, что его умение играть на любой позиции, притом достаточно эффективно, не требует столь активного задействования Денниса Смита, а тот после своего возвращения начинает ловить спад. Показатели реализации летят к чертям. Популярность Дончича, напротив, растет небывалыми темпами. Надоедливый европейец извечно попадает в различные топы, в сборную мира на Олдстары, занимает высокие позиции в голосовании на серьезный матч всех звезд, что не может не выводить естественно из себя Денниса Смита, роль которого сокращается от матча к матчу. По итогу, рассчитывая, видимо, изначально на то, что второсортный европеец будет максимум второй скрипкой для Денниса, тот, вопреки всему, становится главной звездой в команде, которая забирает себе награду новичка года. А Деннис Смит, не справившийся с психологическим давлением и планкой, которую задрал Лука, в конечном счете выпадает из ротации окончательно. И, конечно же, запрашивает обмен, который, если и сейчас посмотреть на его карьеру, привел его, в принципе, в никуда. Что ж, теперь мы с вами переходим к самому, наверное, основному, двум следующим сезонам Дончича в NBA. И для начала я бы хотел адресовать вам кое-какой вопрос. Напишите, как вы воспринимали Луку до прихода его в лигу, после его прихода в лигу и уже по истечению первых трех чемпионатов. Ибо для меня он за этот отрезок совершил просто сверхзвуковой скачок. Я, опять же, не стану нагружать вас цифрами из-за его статистики и перечислением всех наград, так как количество их росло, ну, реально, в геометрической прогрессии. А лучше давайте поговорим о выхлопе от всех этих циферок. Во-первых, Даллас с появлением у них Дончичем мгновенно сумел перейти к положительной динамике побед в чемпионате, если не учитывать новичковский сезон Словенца. Во-вторых, начиная со второго его сезона, Даллас регулярно становился участником постсезонных баталий, которые дважды Даллас проводил ярко, да, но без возможности прохода дальше первого раунда. Клипперс два года подряд преграждали дорогу Дончичу и компании на западе, который хоть и выкладывался в этих матчах на выбывание на полную катушку, но пройти более опытных и более оснащенных звездами лаг ему не удавалось. В-третьих, за сезон из 19-го года по 21-й Лук остановился не только центральной фигурой в составе команды, но и игроком, вокруг которого фронт-офис в срочном порядке строит игру. Пытается скрестить его с Парзингисом, но эта инициатива проваливается. Приводит Джексона взамен Сета Карри и это снова заканчивается провалом. Добавляет Динуиди, меняет Карлайла на Джейсона Киды, но это все равно мало влияет на результат. Опять же, местами очень сильно на все эти провалы в постсезонах влиялась ситуация. Парзингис никогда нормально не играл из-за травм в постсезонах и оказывается жаловался на то, что ему из-за луки мало выделяют времени и заигрывают на неудобных позициях. Ковидный сезон в принципе, наверное, хотелось бы забыть и вынести за некие рамки всех сезонов, так как в такой атмосфере ну фиг пойми вообще как можно было играть, а сезон 21-22 хоть и можно считать самым успешным в карьере Луки Дончича как с точки зрения контракта, так и командных достижений, но опять же плей-офф становится для него тем уровнем, который пройти вундербою не представляется возможным. Да, из-за этого некоторые умники взялись сразу же яростно критиковать Словенца, говоря, что он может быть и играет на топ-уровне, но команда-то проигрывает, а значит импакт от его цифр абсолютно никакой, что он похоже играет ради себя и некого развлечения и что вся его карьера может вот так вот и закончиться. Здорово в цифровом эквиваленте, но без побед. Однако, попрошу заметить, каждый год от сезона к сезону, начиная с 2019 года Даллас улучшал свои позиции на конкурентном западе. Седьмой посев, пятый, четвертый, и это результат за четыре года с командой, которая постоянно находится в поисках лучшей версии себя, меняя важных ролевиков, меняя тренера и меняя подход к игре. На мой взгляд, винить одного Луку в поражениях от Клиперс глупо с точки зрения того, что вся команда была банально не способна пройти тот состав и не была к этому готова. Поражение от Голден Стейт в чемпионате 21-22 это поражение в пяти матчах от чемпионов, с которыми не справилась ни Миннесота, ни крайне быстрый Мемфис, ни Бостон. Вина ли в этом только лишь одного 22-летнего Луки, который по 32 очка набирал в финале западной конференции и столько же наваливал Финиксу А.К. команде с первого места конфы, ну, на мой взгляд, опять же нет. С таким же успехом мы можем и Леброна обвинить в неудачах на старте его карьеры, да и многих других игроков, которые, начиная с самых первых чемпионатов, беспощадно доминировали над соперниками в регулярке, но ничего не могли сделать в одиночку в постсезонах. Сегодня же, уже зная, как Лука Дончич умеет играть, как он своими неспешными, казалось бы, движениями ставит на колени любых соперников и как он выкладывается на площадке, он вновь находит в себе силы нас всех удивить. По истечению первых месяцев со старта сезона 22-23 он лидер в гонке за звание MVP. Он также лидер по части очков во всей ассоциации, хотя его команда, да, опять же, пока далека от зоны плей-офф. Возможно, попытка сейчас подписать Кэмбу Уокера поможет изменить положение команды. Может быть, в период дедлайна мы еще увидим попытки как-то перестроить команду и усилить ротацию, но одно уже сейчас мы с вами можем сказать точно. В 22 года Лука главный игрок NBA, человек на плечах которого Даллас сумел встать с колен и обеспечить себе хотя бы попадание в постсезоны. Он близок к тому, чтобы пополнить антресоль с трофеями одной из важнейших наград для любого игрока в ассоциации. Как мы с вами выясняли до этого, в принципе, это уже пропуск в Зал Славы и, как мне кажется, ему нужно дать еще немного времени, чтобы попадание в финал стали для него такой же нормальностью, как статистические рекорды и различные достижения. Ну а как считаете вы, можете написать в комментариях. Также в комментариях обязательно пишите, про какого игрока вы хотели бы увидеть следующую историю. Сразу хочу вас только предупредить. Следующий выпуск с темной стороной у меня уже заготовлен, поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь, если он не совпадет с мнением большинства. А вот уже через видос все, пожалуйста, все ваши пожелания и все ваши комментарии будут учтены. В общем-то, господа, у меня на сегодня все. Если видос вам понравился, ставьте большой палец вверх, поделитесь им со своим другом-баскетболистом, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. услышимся и увидимся как всегда совсем скоро и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok